Звание донора фактически знак качества. Такой человек абсолютно здоров. Вот только чтобы точно это установить, мало одного похода в службу крови. Необходимы повторные донации. Однако не все энтузиасты после первой процедуры приходят снова. Чиновники решили стимулировать добровольцев рублем. Если на выезде станция переливания крови, то за первую, вторую кроводачу донор получает 100 рублей, за третью кроводачу 500 рублей. Потому что этим самым стимулируется повторная сдача крови. И именно вот та сдача крови, которая подтверждает инфекционную безопасность. О здоровье и безопасности сегодня рассуждали много. Депутаты предложили внести поправки в федеральный закон об обращении лекарственных средств. Например, ввести регистрацию медикаментов на уровне региона, чтобы исключить ввоз дешевых подделок. Впрочем, изобилие некачественных препаратов скорее проблема крупных городов. Деревни и села испытывают настоящий фармацевтический голод. Муниципальных аптек в небольших территориях практически нет. Отчастникам гонять машины из-за двух-трех таблеток просто невыгодно. Обо всем этом селяне постоянно жалуются законотворцам. И те, кажется, нашли выход. Можно передать торговлю лекарствами сельским врачам. Они мне говорят о том, что надо это организовать. Мы не можем, мы не можем ездить. У нас нет возможности либо автобусного сообщения, либо просто денег даже нет, чтобы ездить за таблеткой куда-то в центр. Поэтому мы говорим о том, что нужно сегодня разрешить ФАПом торговать вот этими лекарственными средствами без получения лицензии на фармдель. Депутаты обнадеживают торговать из-под полы подделками. Работники фельдшерско-акушерских пунктов не будут. Он отвечает, условно говоря, своей головой, своим реноме, так сказать, перед теми жителями, которые есть. У него нет смысла сегодня нести фальсификат. Поправки будут направлены на рассмотрение в Госдуму. Примут ли федеральные законотворцы предложения южноуральских коллег, будет известно через неделю.